Здравствуйте, друзья! Я Игорь Растрыгин, в эфире канал Футболофил. И сегодня я расскажу вам о том, о чем уже давно пора рассказать, о том, что наконец-то в этом году я начал выпускать коллекцию карточек, о которой задумывался уже давно, давно мечтал ее выпускать. И наконец-то в этом году с помощью моих друзей я начал выпуск коллекции карточек, которая называется «Динамовская галерея». Эта коллекция карточек задумывалась как коллекция с автографами ветеранов динамовского спорта, динамовских команд, ветеранов легенд, которые оставили огромный след в истории московского Динамо в разных видах спорта. И, к счастью, мне удалось на данный момент уже начать выпуск этих карточек, и я вам расскажу об этой коллекции сейчас. В первую очередь, конечно, хочу рассказать о тех людях, которые мне помогали и помогают выпускать эти карты. Первый – это, конечно, Александр Аганезов и его типография «Динамик Принт», которая находится в Москве, на Таганке. Спасибо, Саша, что печатаешь карточки для моей коллекции, и это очень большая поддержка. Второе – конечно, хочу поблагодарить Владимира Долбоносова, это президент клуба ветеранов московского «Динамо», и с его помощью у меня получается встречаться с ветеранами нашего клуба и общаться с ними, брать автографы у них для моей коллекции. Вот, ну и также хочу поблагодарить моих знакомых, моих друзей, уже, наверное, из, которые мне, для меня делали дизайн этих карточек. Вадим, тебе отдельное спасибо. Ну и начну с того, что коллекция «Динамовская галерея», она на данный момент состоит из трех сетов, трех отдельных сетов со своим дизайном и со своей тематикой. Объединяет всю коллекцию на сейчас, это только то, что все карточки, они подразумевают автографы. То есть, это не просто картинки с игроками, с информацией о них, как обычная простая карта, коллекционная карточка для автографа предназначена. Значит, ну, а так в остальном эти три сета, они отличаются друг от друга. Начну я с того сета, для которого уже автографы частично взяты. Это сет называется «Кумиры стадионов», и он посвящен ветеранам футбольного клуба «Динамо Москва». Это легендарным футболистам «Динамо». И вот так вот выглядят карточки. Это вот первая карта. Например, это Владимир Урин. Вы видите, что автограф уже есть. С фронтальной стороны эта карта представляет собой рамку. Достаточно красивый голубой фон. И с противоположной стороны информация об игроке, фотография наверху. Логотипы, естественно, «Динамовская галерея». Здесь есть клуб болельщиков «Динамо Москва», «White Blue Far Post» в Эстонии, которые я тоже представляю и которые тоже, соответственно, принимают участие в производстве этих карточек. Так что вот такие карты, такого дизайна получили. На данный момент первый автограф, который мы взяли, на самом деле, был автограф Михаила Скокова. Он пришел к нам, я приезжал в Москву, он пришел к нам на встречу коллекционеров динамовских, на первую встречу. И как раз расписался на этой карточке. Единственная, кстати, карта, где, к сожалению, не нашлось фотографии игрока в форме с дехой. Это тоже главное условие практически, что все игроки должны быть в форме московского «Динамо» на этих карточках. Единственное исключение – это Михаил Скоков. Но он тоже в цветах клуба на этой фотографии. Так что, может быть, это не так и плохо. Ну вот, Скоков. И затем я на следующий день был на матче «Динамо-Арсенал». И там удалось мне взять еще три автографа. Это был Валерий Урин. Это был Аркадий Николаев. Да, еще два, вернее, автографа. И Аркадий Николаев. Значит, затем, затем на матче уже против «Рубина» мне снова удалось встретиться с ветеранами «Динамо» перед игрой. Я выкладывал фотографии. Может быть, кто-то из вас видел перед игрой. Значит, удалось хорошо пообщаться с ними. Даже Силкин Сергей и Валерий Урин обменялись этими карточками и подарили друг другу с автографами. Со своими автографами подарили друг другу эти карточки. И они были тронуты. Я каждому ветерану дарю часть карточек. То есть, тираж этих карт 50 штук. Где-то 15-20 дарю ветеранам. Остальное оставляю уже для себя. И для того, чтобы распространять уже среди болельщиков, коллекционеров динамоских. Соответственно, и вот то, что ветераны получают в руки, эти карточки, тоже им очень приятно. И они рады, что такая в какой-то степени забота такая тоже в их сторону направлена. Ну и так посмотрим, какие карты я уже взял автографы на матче Динамо-Рубин. Да, это Владимир Козлов, Николай Толстых, Валерий Зыков, Сергей Силкин. И три, четыре на самом деле, да, четыре легенды недавних пор иностранцев, иностранных лет, которые, кстати, приехали на открытие сезона с Домащицей Рубином. Давали автограф в сессию на первом этаже Арена Плаза, ВТБ Арена Плаза. Но я их нашел уже позже на ВИП-трибуне и взял у них автографы. Это Люк Уилкшир, это Керин Курани, это Лео Фернандес, ну и, соответственно, Иован Танасевич. К сожалению, как раз отвлекся, когда расписывался Иован. Его автограф немножко не там сделал. Но у меня оставилось ряд еще карточек нерасписанных. Он не все три, 50 раз списал. Вот, по-моему, у меня тут даже список есть, сколько Танас подписал. 28 автографов вот этих, тираж этой карты, 28 автографов. Так что ряд карточек осталось, может быть, когда-то я у него еще возьму уже там, где нужно. Но это такой инсайд, неизвестно, получится или нет. В общем, вот такие карты. На данный момент 10 автографов взято. Всего разных игроков сделано пока 26. Будет еще 27-я карта с Кирьяковым. Соответственно, автографы в этой серии будут еще дальше выходить на следующих матчах. Я их буду брать, когда буду ездить в Москву. Итак, это подсерия «Кумиры стадионов», повторюсь, «Футбольные легенды Динамо». Следующая подсерия называется «Автограф легенды». Это подсерия с автографами легенд хоккейного клуба «Динамо Москва». Здесь я хочу сказать, что отличаться эта подсерия будет тем, что каждый игрок будет выходить в двух вариантах. Первый вариант – нумерованные карточки. То есть, сзади карты будет автограф, не автограф, а номер карты. Их будет всего 18 штук. И отличаться нумерованные карты и другие промо-карты, так называемые, будут еще обложкой, то есть, фронтальной фотографией. Сейчас эти все карты находятся у моего товарища в Москве, как раз чтобы расписывались ветераны. У меня осталось несколько карт, я только покажу, как выглядит, например, карточка Владимира Еузинова. То есть, видите, логотип тоже «Динамо Москва» галереи ДГ. Здесь тоже логотип, здесь место для автографа. Ну и, соответственно, название этого сета – автограф «Легенда Деха». Обязательно тут тоже стилизованная Деха динамовская. Вот, что здесь еще сказать, что фон, вы видите, не игровой. Здесь вырезан профиль игрока, и на таком фоне льда, такого мерцающего, игроки будут изображены. Повторюсь, эта карта, вот эта нумерованная карта, их всего 18 штук будет. Промо-карта с Юрзином с другой фотографией, там тираж 50 штук, она будет ненумерована. Тыльная сторона, здесь, в принципе, одинаково на всех карточках, здесь фотография будет. И, соответственно, название вот это – «Лег А06», то есть это шестой номер карты. На данный момент выпущено, кстати, шесть игроков. Вот Юрзинов как раз последний, шестой. Кроме него выпущены карточки с Виталием Давыдовым, два варианта, да. Промо-карта и нумерованная. Повторюсь, карточка с Александром Мальцевым, Александр Пашков, вратарь легендарный, великий, еще один великий вратарь, Владимир Мышкин выпущен уже, Станислав Петухов выпущен тоже. Значит, вот такие легендарные игроки «Динамо» и выпущены их карточки для автографов. Надеюсь, что буквально до Нового года я все-таки планирую все карты с автографами уже взять автографы у наших легенд, и они будут у меня. Дальше, следующая подсерия называется «Созвездие Динамо». В этой подсерии будут выходить карточки с легендами «Динамо» в разных видах спорта, в том числе могут быть и футболисты, и хоккеисты. Вот, эта подсерия выглядит следующим образом. На данный момент выпущено 8 карточек, да, 8. Вот, и первые две карты – это с игроками в хоккей с мячом, Бенди, Михаил Свешников и Александр Тюкавин. Вот такой дизайн. Долго я, долго выбирали мы варианты цветового решения. Честно скажу, что эта рамка была и черная, и такая больше оранжевая, даже под немножко сженую бумагу. Так, по-разному. Черная мне понравилась, но выглядела мрачновато, и так немножко будто в черной рамке игроки живые, действующие. Поэтому, собственно говоря, вот остановились в таком коричневом фоне, симпатичном, тем более, что рамка, дизайн, шрифты, вот здесь все это такого коричневого цвета, на мой взгляд, выглядит симпатично. Надпись «Созвездие Динамо», значит, тоже так, все стилизовано в один стиль, довольно красиво, на мой взгляд. Соответственно, вот карты с другой стороны выглядят, вот она уже не вертикальна с другой стороны, это карточка горизонтальна. Здесь подробно титулы регалий игрока, его карьеров, Динамо больше, все-таки, соответственно, фотография в игровом моменте, здесь портрет всегда будет с этой стороны, здесь игровой момент сзади, тоже фамилиями игрока и логотип «Вадьбю Фарпост». То есть, везде тут привязка идет к нашему клубу. Вот так, две карты с игроками в хоккей, с мячом, далее волейбольный клуб «Динамо», наши две легенды, Сергей Гранкин и Юрий Бережко, олимпийские чемпионы Лондона, значит, тоже форма московского «Динамо», так вот с другой стороны выглядит, с обратной стороны карточка, тоже эти игровые моменты, красивые, где показано, как игроки играют. И три волейболистки, четыре волейболистки, уже сделаны с ними карты, значит, это Татьяна Грачева, это Елена Година, Екатерина Гамова, куда без нее великая, и Наташа Гончарова, великолепная наша та, которая еще, собственно, легенда, но она выступает еще за наш клуб, за «Динамо Москва». Значит, вот так выглядит тыльная сторона, вот, этой карты. И последняя, это из этой же подсерии, созвездие «Динамо» Татьяна Овечкина, знаменитая баскетболистка московского «Динамо», капитан сборной Советского Союза, многократная чемпионка Европы и мира, двухкратная олимпийская чемпионка по баскетболу. Вот такая вот карточка с Татьяной Овечкиной. Надеюсь, тоже автограф удастся у нее взять. Ну что же, пока это все. Если в двух словах сказать о планах, да, сейчас до Нового года взять автографы вот эти все у волейболистов, у девочек волейболистов, у Татьяны Овечкиной, у хоккеистов, ветеранов, легендов. Вот, планирую я выпустить еще хоккеистов трех. Это братья Гориковы и Первухин. Значит, планирую выпустить еще несколько игроков Бенди, легенд. И посмотрим, может быть, еще баскетболисты будут. Это Базаревич, например, Сергей и так далее. Вот. Ну и на будущий год планируется выпуск уже новых серий, новых дизайнов, новых концепций. Например, сейчас я готовлю дизайны для скрипт-автограф-карт, то есть с легендами Динамо, которые уже ушли из жизни, выпустить с ними карты с их историей, с их карьерой, где автографы будут просто принтовые напечатаны. Вот такие идеи. Смотрите мой канал, коллекционируйте атрибутику нашего любимого московского Динамо. И, естественно, я призываю вас собирать вот эти великолепные карточки с автографами легенд московского Динамо, собрать коллекцию великих игроков. Мне кажется, это очень интересно. Многим людям будет. Надеюсь на это. Спасибо за внимание. Всего доброго.